Сегодня опять говорим про цену биткоина. Кое-что, ребята, должно случиться с биткоином. Кое-что, что происходит примерно каждые 4 года. О чем я сейчас говорю? Это что-то бычье или медвежье? Произойдет ли это действительно? И что самое важное, какие цели мы можем ожидать от биткоина в ближайшее время и в средние сроки? Обо всем этом я и хочу поговорить. Поговорите о моих трейдах и обо всем, что я думаю насчет биткоина. Давайте перейдем прямо к сути. Как всегда, спасибо за просмотр и за все ваши лайки. И за то, что досматриваете видео до конца. И, конечно же, шумите с алгоритмом. Как всегда, огромное вам спасибо. А сейчас давайте перейдем прямо к контенту. У меня есть важная информация, которой я хочу с вами поделиться. Это недельные свечи, и это именно тот таймфрейм, на котором я хочу показать вам одну вещь, которая происходит каждые 4 года, и которая должна произойти сейчас. Для начала давайте глянем на дневные свечи. Как вы видите, биткоин ходил между поддержкой и сопротивлением в этом восходящем канале. Мы пробились вниз, и я делал видео прямо в момент прорыва. Это было медвежье видео. Я рассказывал вам, что я убираю свой ордер и жду цен ниже. Биткоин ушел выше, и люди смеялись и говорили, что мы сейчас вернемся. Но нет, мы снова отклонились, и происходит опять то же самое. Мы уходим ниже и формируем новый минимум. Но также у нас есть небольшой отскок здесь. Мы все еще чуть ниже сопротивления. Так что на дневном графике мы все еще на медвежьей стороне, и это важно понимать. Окей, что насчет недельного графика? И как вы знаете, как обычно, чем выше временной промежуток, я, к слову, наконец-то нашел какую-то тень, так гораздо удобней. Итак, чем выше таймфрейм, тем гораздо важнее теханализ. И сейчас я хочу перейти на недельные свечи. Там есть один индикатор, о котором вы, скорее всего, знаете. Это крайне важный индикатор для того, чтобы понимать, что происходит с биткоином сейчас. Итак, первое. Это не то, о чем я хочу поговорить, но у нас есть горизонтальная поддержка. Это мой самый худший сценарий для биткоина. От 29 тысяч до 31 тысячи. Я же ожидаю отскок выше этой линии. Я просто не ожидаю, что цена биткоина уйдет ниже. Уровня в 29 тысяч. И об этом я говорю еще отсюда. Про то, что это мой самый худший сценарий. Мы доходили до него, и сейчас я рассказываю вам о том же самом. Итак, сейчас давайте поговорим о том самом индикаторе. Это, конечно же, EMA Ribbon. Мы находимся ниже, но это нормально. Но для меня важнее того, находимся мы ниже или выше. Все-таки у нас постоянно появляются ложные пробои. Уходим выше, и все становятся на бычью сторону. Но нужно было, например, здесь пробить сопротивление. Мы этого не сделали, и пробились вниз. Такое происходит постоянно. Эти ложные пробои происходят часто. Что самое важное, это переход. У нас есть желтая, средняя скользящая и красная. Долгосрочная и краткосрочная. Когда краткосрочная, средняя скользящая уходит ниже долгосрочной, это считается медвежьим переходом. И сейчас, дамы и господа, я хочу отдалить. Кстати, если вы до сих пор смотрите это видео, обязательно ставьте лайки. Если уже поставили туда, лучше не кликать. Итак, давайте вернемся к сути. Давайте посмотрим на то, что было в последний раз, когда это происходило. Это было почти что 4 года назад, в сентябре 2018-го. У нас был медвежий перескок. И после этого мы упали до 3 150 долларов. Давайте посмотрим, когда это было еще раньше. Еще 4 года назад. Это ноябрь 2014-го. Опять же, почти 4 года назад. У нас был этот перескок. После чего было сильное продолжение медвежьего рынка. Мы упали с 400 долларов за биткоин. До минимума медвежьего рынка в 160 долларов. Этот график не настолько долгий, чтобы увидеть еще один медвежий перескок. Но он был до этого. Где-то в 2010-м. Это происходит каждые 4 года. И я не говорю вам, что это происходит сейчас. Потому что, конечно, все поменялось. Печатается больше денег. К тому же биткоин сейчас получает всеобщее признание. Все это сейчас происходит. Так что да, определенно все по-другому. Но нам, как минимум, нужно приготовиться к этому сценарию. Такой медвежий перескок определенно будет не самым лучшим событием. Это то, о чем я хотел вам рассказать. Небольшое предупреждение. Будьте осторожны, отойдите назад. Посмотрите на весь рынок. Я сейчас сам не торгую. Но если вы хотите торговать, можете перейти по ссылкам внизу в описании. Кликайте по ним, забирайте бонусы, просто ждете на стороне. Спасибо за просмотр. Мы увидимся совсем скоро в новом видео на ММКрипто. И как обычно, ребята, как обычно, пока-пока.